МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это подкаст «Преступления и война». В этом выпуске я рассказываю о сексуализированном насилии на войне. Не только о тех случаях, которые задокументированы в Украине, но и о том, как наказывали тех, кто совершил преступления сексуального характера во время югославских войн. С вами Александра Вапна. Сегодня я хотела бы начать с истории Людмилы Гусейновой. Ей 61 год. Она была освобождена по обмену в 2022 году, в самом начале войны. Тогда ее в составе группы из 108 женщин обменяли на бывшего лидера украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Во время обмена освободили 100 женщин-военнопленных и 8 гражданских лиц. Гусейнова была среди них. Она стала первой женщиной в Украине, открыто рассказавшей о сексуализированном насилии. С таким насилием она столкнулась в донецкой тюрьме, которую называют «изоляция», так как до начала аннексии Донбасса России в этом здании располагался художественный фонд и арт-центр с таким же названием. Вот что Людмила Гусейнова рассказала о первых днях в «изоляции» в интервью изданию «Укринформ». Начался ужас. Меня заставили с мешком на голове раздеться до гола. При этом я слышала исключительно мужские голоса и чувствовала прикосновение чьих-то рук, людей, которых я не видела. Потом также с мешком на голове приказали одеваться и буквально поволокли меня в камеру. Когда я чуть не упала, какая-то девушка сказала мне, что мешок с головы можно снять. И еще сказала, что это изоляция. Это название «изоляция» Гусейнова хорошо знала. Она попала в эту тюрьму осенью 2019 года. В то время уже было известно о том, что условия содержания здесь приравниваются к пыточным и что приговоры заключенным выносятся без надлежащего расследования. Этому были десятки свидетельств людей, оказавшихся на свободе по обмену после 2014 года. Местные суды были организованы здесь, Россией, после первой волны агрессии в Донбассе и решения этих судов не признаются ни Украиной, ни международным сообществом, так как речь идет о непризнанном территориальном образовании ДНР. До того, как Людмила Гусейнова рассказала о пережитом в изоляции, заключенные там и впоследствии освобожденные по обмену женщины не упоминали о сексуализированном насилии в этой тюрьме. Говорили лишь об отсутствии медицинской помощи, о тесных камерах и пытках, например, током или угрозах убийством. Однако сказать во всеуслышание об унижении по гендерному признаку находят мужество обычной единицы. О сексуализированном насилии жертвы предпочитают либо молчать, либо соглашаются вспомнить об этом травматическом опыте спустя годы. Гусейнова рассказала о том, что женщин в тюрьме не только раздевали догола, но и оставляли смешком на голове стоять многие часы напролет, без возможности поменять позу. Гусейнова обвинили в шпионаже и экстремизме, хотя через некоторое время после того, как она оказалась в заключении, Украина присудила ей премию за личный вклад в защиту прав человека, за помощь детям-сиротам, оказавшимся на оккупированной России территории. После оккупации Гусейнова узнала о расформировании интерната в оказавшемся под контролем России селе Приморское Донецкой области. Его воспитанников распределили в семьи местных жителей, которые не были в состоянии их содержать. В Киеве Гусейнова организовала сбор вещей и гуманитарной помощи, которую присылали на ее имя в Мариуполь, и она через линию разграничения привозила их на оккупированную территорию. Бывшим воспитанникам интерната она привозила не только одежду или продукты питания, но и книги на украинском языке, а также открытки, которые дети и взрослые писали ребятам, находящимся в оккупации. Когда началась российская агрессия в Донбассе, Гусейнова жила в городе Новоазовск Донецкой области, и до оккупации города России в 2014 году работала на небольшом сельскохозяйственном предприятии. После этого она стала волонтером. Задержали ее как за то, что она привозила на оккупированную территорию Донбасса украинские книги, так и за то, что привезла украинский флаг с надписями от военнослужащих из батальона ВСУ Львов. На флаге было написано «Патриотом Новоазовска». В заключении Гусейнова провела три года и 13 дней. «Следователи пришли ко мне, наверное, через две недели после ареста. Я увидела людей, которые меня задерживали, и они начали издеваться, ломать пальцы. Я спросила у них, в чем меня обвиняют. Тогда один из них сказал, что я очень говорливая, и у меня рабочий рот, и именно так его и будут использовать». Гусейнова рассказала о том, что с процедурой раздевания в изоляции столкнулась каждая женщина. Никаких специальных комнат или надсмотрщиков женщин в тюрьме нет. Сексуализированное насилие на войне считается в международном праве военным преступлением. Таким же, как, например, убийство мирных жителей или разрушение гражданской инфраструктуры. Последнее было четко закреплено в Женевских конвенциях 1949 года, которые определяли границы ведения войны и были подписаны всеми странами-членами ООН, включая СССР. Россия, как страна военного конфликта в Украине, также несет ответственность за случаи сексуализированного насилия, совершенного представителями ее армии в Украине. Весной этого года Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека опубликовала свой третий доклад, в котором описаны случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. В частности, в докладе описаны четыре случая изнасилования, произошедшие в 2022 году. По одному в Киевской и Запорожской области, а также два случая в Херсонской области, во время оккупации этих регионов российской армии. В докладе подробно описываются все четыре случая. Вот цитата, то есть описание одного из них. В марте 2022 года в одном из сел Киевской области двое российских солдат ворвались в дом и по очереди неоднократно изнасиловали 42-летнюю женщину на третьем месяце беременности и 17-летнюю девушку ее сына. Они угрожали оружием жертвам и членам их семей. Потом солдаты вернулись с сыном женщины, завели всех троих в комнату и снова стали по очереди насиловать женщину и девушку, заставляя юношу на это смотреть. Говорится в докладе Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине. О том, почему сексуализированное насилие является военным преступлением и какие международные суды рассматривали дела, связанные с изнасилованием в случае других войн, рассказывает моя коллега Дарья Захарова. Сексуализированное насилие на войне долго не было четко определено как военное преступление. Вероятная причина, такие преступления рассматривались судами как побочный продукт войны, но не как конкретное военное преступление. Однако ряд событий конца XX века лишний раз продемонстрировал мировому сообществу, что сексуализированное насилие может быть инструментом войны и должно быть приравнено к военным преступлениям. Одно из таких событий – геноцид этнической группы Туцци в Руанде, совершенный с подачей правительства другой этнической группы Хуту в 1994 году. Международный трибунал по геноциду в Руанде пришел к выводу, что как минимум 250 тысяч женщин и детей этнической группы Туцци подверглись сексуализированному насилию со стороны представителей Хуту. Насилие было не случайным. Представители Хуту, по сообщениям Human Rights Watch, намеренно привлекали к изнасилованию десятки тысяч сторонников больных ВИЧ. Также, согласно Международному трибуналу по Руанде, лидеры Хуту не просто одобряли насилие в отношении Туцци, но и поощряли калечение половых органов своих жертв. Такая стратегия по задумке лидеров Хуту должна была лишить представителей Туцци иметь в будущем детей и наращивать свою численность. Международный трибунал по бывшей Югославии также пришел к выводу, что некоторые сербские военные намеренно использовали сексуализированное насилие как инструмент войны против боснийцев и хорватов. В трибунале фигурируют уголовные дела по так называемым лагерям изнасилований, развернутым сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Все эти события, а также прогресс международного гуманитарного права поставили сексуализированное насилие в категорию военных преступлений. В 1998 году большинство стран ООН подписало так называемый Римский статут – документ, очерчивающий границы военных преступлений. Четыре года спустя в Гааге был учрежден Международный уголовный суд, который сменил суды ООН, расследовавшие военные преступления ранее. Римский статут впервые включил сексуализированное насилие в международное гуманитарное право, сразу по нескольким направлениям – преступления против человечности, военные преступления и геноцид. Статут предусматривает уголовную ответственность за такие преступления вплоть до 30 лет тюремного заключения, что значительно больше, чем если бы это рассматривалось местными судами как обычное уголовное преступление. Полномасштабное вторжение России в Украину не обошло стороной преступления сексуального характера. На сегодня прокуратура Украины, наряду с международными организациями, расследующими сексуализированное насилие на войне, объявила об около 300 случаях таких преступлений, совершенных российскими военными за два года войны. Большинство преступлений совершено в Херсонской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Прокуратура имеет доступ только к неоккупированным или освобожденным территориям. Однако цифры сильно занижены, отмечают эксперты. Большинство жертв боятся рассказывать о таких случаях и не хотят, чтобы их имена придали огласке, отмечает эксперт правозащитной организации Human Rights First Брайан Дулей. Объем недостаточного количества или вообще отсутствие данных о преступлениях сексуального характера в Украине значительно превышает количество известных нам случаев. Жертва таких преступлений редко о них заявляет. Поэтому на каждого человека, который рассказывает о сексуализированном насилии на войне, приходится множество других людей, кто не расскажет об этом в ближайшие годы или вообще никогда. Рассказал Брайан Дулей в разговоре с Радио Свобода. Среди причин, на которые указывает эксперт, стигматизация жертвы насилия, а также недоверие к органам власти. В этом есть некое клеймо. У жертв сексуализированного насилия в Украине нет уверенности, что им поверят. А даже если поверят, они не знают, как с ними будут обращаться. В Украине нежелание людей сообщать о том, что с ними происходит, отчасти связано с тем, что их частная жизнь часто не уважается и не защищается должным образом. По этой причине, возможно, что если они выступят с заявлением о том, что с ними что-то случилось, то их имя могут разместить на официальном сайте прокуратуры. Об этом узнают, например, их соседи. Им не гарантируется конфиденциальность. Добавил Брайан Дулей. Он также отметил, что еще одна причина боязни украинцев с неоккупированных или недавно освобожденных территорий говорить о таких преступлениях связана еще и с тем, что они опасаются возвращения российской армии. Однако рассказы жертв – не единственный источник информации, позволяющий правозащитникам узнавать о сексуализированном насилии на войне в Украине. В десятках перехваченных украинскими спецслужбами телефонных разговорах российских солдат те сами признаются, что совершали такие преступления. Например, в начале прошлого года СБУ перехватило телефонный разговор российского военного, который рассказывал детали отхода его подразделения из украинского лимана. Военный рассказывал о сексуализированном насилии по отношению к местным жительницам. Бывают такие случаи, когда солдаты рассказывают журналистам о такого рода преступлениях. В прошлом году военный из Башкортостана, участвующий в войне в Украине, рассказал о сексуальных преступлениях журналистке газеты «Аургазинский вестник». Газета не напечатала его признания. Однако разговор также перехватило и опубликовало СБУ. Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли. В смысле, наши башкирские или наши аургазинские? Наши башкирские пацаны. А это когда было? Ну, это было где-то дней пять назад. И на все это глаза закрываются, да? Ну, конечно, ты что? Это подкаст «Преступления и война». С вами Александра Вапнер. Здравствуйте! Это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе. Сексуализированному насилию на войне в Украине подвергаются не только женщины, но и мужчины. Еще в 2017 году коалиция НКО «Справедливость ради мира» на Донбассе отмечала, что треть опрошенных мужчин, прошедших через тюрьму в непризнанном территориальном образовании под контролем России Донецкой Народной Республики, столкнулась с сексуальным насилием со стороны сепаратистской власти. Жертвами стали в основном участники антитеррористической операции со стороны Украины и лица, симпатизирующие Киеву. Эта же специфика сохранилась и после полномасштабного вторжения. А именно, сексуализированное насилие против украинских мужчин превалирует в заключении и в меньшей степени на территориях, где идут бои, отмечает директор Центра гражданских свобод Александра Матвеичюк. Например, на севере Украины, где шли бои с февраля по март 2022-го, сексуального насилия против мужчин не было. Большинство просто убивали. Для сексуализированного насилия нужно время, которого у российской армии не было. Если же время есть, они будут заниматься сексуальным насилием. Рассказала Александра Матвеичюк. Однако украинские солдаты, попадающие в плен на территории России, оккупированных регионов Украины или непризнанных международным сообществом ДНР и ЛНР, часто сталкиваются с сексуальным насилием, отмечает Александра. Она указывает на то, что это может быть элементом пыток. Если говорить об оккупированной территории Украины и солдатах, и гражданских мужчинах, которые были взяты в плен на оккупированных территориях, либо вывезены в Россию, здесь ситуация абсолютно иная. Через пытки там прошли, наверное, около 90% мужчин. И если речь идет о защитниках Украины, это насилие – военный инструмент, чтобы сломить их. И сексуализированное насилие здесь. Я не уверена, получают ли насильники от этого какое-то маниакальное удовольствие, но это точно используется, чтобы сломить сопротивление заложников. Говорим ли мы о военных уровня АЗОВ или других солдатах? Первая цель, которую преследует сексуализированное насилие со стороны России – уничтожить их идентичность. Добавила Матвейчук. Еще одна из причин такого рода преступлений, совершаемых российскими военными – общая деградация уровня армии и усталость российских солдат от того, что не случилось быстрой победы. Об этом говорит исследовательница сексуализированного насилия на войне США Мия Блум. Я думаю, что в значительной степени российские солдаты прибегают к насилию потому, что они были настроены на быструю войну и победу за несколько дней. Российские военные и их командование никогда не предполагали, что украинцы могут продержаться два года и даже перейти российскую границу, я имею в виду Курскую область. И это вызывает раздражение. Второе. Первое время на войне обычно используется более профессиональная, хорошо обученная армия. Это видно не только по России, но и по США и Израилю. Далее уровень начинает понижаться. Правительство может начать набирать людей с сомнительным или криминальным прошлым. И тогда можно видеть гораздо больше мародерства, вымогательства, сексуализированного насилия всех мастей. Отметила Блум. Актуальным остается вопрос, является ли насилие военной стратегией, как это было, например, в Руанде. Или же это частная инициатива российских солдат. В конце 2022 года специальный представитель по сексуальному насилию в ООН Промила Паттон отметила в интервью AFP, что сексуализированное насилие – военная стратегия Кремля. Она говорит, что украинские женщины подтверждают, что российские солдаты снабжаются Виагрой, чтобы унижать и насиловать женщин, что является военной стратегией. Однако подтверждений данной информации пока нет. Доклад ООН о военных преступлениях за последний год упоминает случаи сексуализированного насилия российскими солдатами, но не подтверждает слова Паттон о том, что оно является военной стратегией. Из комментариев российской стороны только цитата «Не верим» Дмитрия Пескова в ответ на вопрос журналиста об изнасилованиях в украинском городе Буча. Правозащитники, опрошенные радио «Свобода», считают, что скорее речь идет о том, что военное командование закрывает глаза на существующую проблему. В случае российского вторжения в Украину, я думаю, мы как минимум можем сказать, что российское командование закрывает глаза на сексуализированное насилие, которое их подчиненные совершают в Украине. Отметил Брайан Дулей. Однако некоторые случаи, особенно происходящие в военных тюрьмах на территории оккупированных регионов, говорят о том, что такие решения могли приниматься не просто рядовыми солдатами. В 2023 году по меньшей мере несколько украинских солдат, которые находились в российских тюрьмах и были впоследствии обменены, заявили о том, что в заключении к ним применялось не только сексуализированное насилие, но и калечение половых органов или полная кастрация. Годом ранее видео с кастрацией и последующим убийством пленного украинского солдата в оккупированной Луганской области было размещено в прокремлевских телеграм-каналах. Александр Матвейчук отмечает, что солдаты или сотрудники военных тюрем могут просто получать добро на любые действия в отношении так называемого врага. Есть ли приказ на насилие? Я думаю, в каких-то случаях да, в каких-то нет. Командование может просто сказать, делайте все, что хотите, чтобы получить результат. Например, информацию или же для того, чтобы сломить украинских военных. И у россиян есть, например, негласное разрешение от командира. Любые пытки без ограничений, включая сексуализированное насилие. Комментирует Александр Матвейчук. А дальше включается культура террора, которая, по словам эксперта, в последние годы нормализуется внутри России. Насилие начинает быть нормой и культурой внутри российской армии и других силовых ведомств. Пытки начинают быть нормой в любом месте, где государство использует силу. Что касается насилия, то мы можем просто посмотреть на то, что происходит внутри России. Например, расследование правозащитного проекта ОВД-Инфо и других организаций, публикующих, например, архивы из тюрем, которые показывают, что сексуальное насилие – абсолютная норма. Добавляет Александр Матвейчук. В целом, вне зависимости от того, получали ли российские военные приказы, давали ли им добро на насилие или это была их личная инициатива, ответственность в первую очередь лежит на командовании. Так называемая командная ответственность закреплена и в римском статуте. Согласно этому документу, военное начальство несет ответственность за преступления подчиненных. Рассказывает профессор Института исследования мира Восла Ингерск-Йольсбек. Мы видим по судам по бывшей Югославии, что большинство осужденных за преступления сексуального характера – это люди уровня военного командования. Посыл международного права и судов здесь – военные лидеры ответственны за своих солдат и их преступления. Задача лидера – предотвратить военное преступление, или же он сам окажется в тюрьме. То же самое с Руандой и другими подобными случаями. Военные трибуналы и суды прошлых лет, которые рассматривали преступления сексуального характера на войне, также в основном выносили приговоры командирам, нежели самим насильникам. Например, в одной только Боснии и Герцеговине за время войны, согласно оценкам трибунала, от 30 до 50 тысяч человек столкнулись с сексуальным насилием со стороны сербских военных. То есть в преступлениях участвовали минимум тысячи. Однако трибунал, побывший в Югославии, приговорил по таким обвинениям чуть больше 30 человек. Непосредственно насильников среди них еще меньше. Например, офицеры и солдаты армии боснийских сербов Драголюб Кунарац, Радомир Ковач и Зоран Вукович, которые курировали и принимали личное участие в одном из лагерей боснийских женщин в городе Фоча. Они получили от 12 до 28 лет тюремного заключения. Другие же, например, генерал армии боснийских сербов Радислав Кырстич получил 35 лет тюремного заключения по принципу командной ответственности, в том числе за сексуальные преступления и геноцид в Серебрянице, совершенные его подчиненными. В целом трибуналы, как международные, так и локальные, отправили за решетку менее 1% насильников времен боснийской войны, подсчитал исследователь Джаред О. Белл. Военные преступления, совершенные российскими солдатами после начала войны в Украине, в Гааге изучают с марта 2022 года, наряду с прокуратурой Украины и некоторыми западными странами прокуроры Международного уголовного суда расследуют военные преступления, совершенные российскими военными в Украине. Среди обвинений – насильственные депортации, удары по гражданской инфраструктуре и преступления против человечности, в частности сексуализированное насилие. Пока судом установлено только несколько обвиняемых и вынесены ордеры на их арест. Это Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Сергей Кобылаш, Виктор Соколов и Сергей Шойгу. Украинская же прокуратура уже вынесла несколько заочных решений против российских солдат, обвиненных в частности в насилии над украинскими женщинами и мужчинами в 2022 году. Эти расследования находятся на начальных стадиях, однако даже если они значительно продвинутся, реализовать обвинительные приговоры фактически можно будет только в случае смены власти в России, которая пойдет на сотрудничество с Киевом и Гаагой, разрешит расследование на ранее оккупированных территориях и будет содействовать в выдаче военных преступников, в частности насильников. Во всяком случае, так происходило с предыдущими военными трибуналами. Правительство Хуто в результате гражданской войны сместил Руандийский патриотический фронт, который выдал военных преступников учрежденному Совбезом ООН трибуналу по Руанде. Президент Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич и его военное окружение, которые во многом инициировали войну в Югославии, также были переданы Международному трибуналу новым правительством. Оно пришло ко власти на фоне проигрыша Милошевича в Косовской войне, бомбежек НАТО Югославии, обширных международных санкций против Белграда и массовых протестов и забастовок, охвативших страну. Дарья Захарова рассказывала о сексуализированном насилии во время прошлых войн и о случаях наказания, совершивших такое преступление военных. Что касается Украины, то в марте 2023 года сообщалось, что Генпрокуратура расследует более 170 дел о насилии со стороны российских военных. В то же время отмечалось, что ряд вопиющих случаев, в частности изнасилования детей, о которых сообщалось ранее, не подтвердились. Это был четвертый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии во время войны, но сосредоточусь на случае, когда жертвами такого военного преступления становились не женщины, а мужчины. Многие из них десятилетиями после окончания войны молчат о том, что с ними произошло. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин